Добрый день друзья! Сегодня мы хотим вам показать наш лук Генри от компании Heroine Company. Лук Генри это реплика английского длинного лука, который все время прославился как почти абсолютное оружие, который полностью изменил тактику ведения войн в Европе, ну и который ушел легенды, баллады и былины. Итак, вот наш лук Генри. Первое, что мы делаем, одеваем тетиву. Для этого нужно упереть лук нижним концом в подъем правой ноги, а рукоять у лука упереть в бедро. После чего всем корпусом надавливаем на верхнюю часть плеча и аккуратно одеваем тетиву в зарубку. Проверяем, чтобы тетива легла ровно. Ну все, лук готов к стрельбе. Немного подробнее о самом луке. Значит, сам лук является копией, репликой английского лука времен Сталинской войны. Но есть отличие. Первое отличие, в отличие от тех старых луков, это не простой лук, то есть он не сделан из одного слоя дерева, это многослойная склейка. Если быть точным, здесь три слоя. То есть наружная часть, так называемая спинка, изготовлена из слоя бамбука. Вот средняя часть сделана из ясеня. И внутренняя часть, так называемый живот, тоже усилена слоем бамбука. Такая комбинация обеспечивает очень высокую хлесткость и долговечность лука. В средней части лука выполнена накладка из кожи, рукоять для удобного удержания лука. Также имеется вставка роговая, для того, чтобы защитить лук вместе с накладками стрелы и снизить износ лука. Кроме того, эта же накладка защищает стрелу от удара. На концах лука установлены рожки из твердых пород древесины, которые обеспечивают защиту законцовок лука от истирания. Этот лук совсем новый. Самое главное в начале, когда покупаете лук, особенно лук, сделанный из натуральных материалов, это его разработать. То есть, когда вы взяли новый лук, нужно его перед началом стрельб немного размять. Что это значит? Нужно надеть тетиву и несколько десятков раз натянуть лук, но не на полную длину, а сначала на третьей длины, затем на половину длины, затем где-то на три четверти. То есть, так где-то до 100 раз. Не спеша, вот мягко, аккуратно размять лук, чтобы он, как говорится, вошел в форму. То есть, берем лук и начинаем слегка натягивать, несколько десятков раз, постепенно увеличивая длину натяжения. Это очень важно, потому что луки из натуральных материалов требуют такой предварительной разминки. Такие луки называются лонг боу, длинный лук. Почему? Раньше аналийские луки делались длиной в рост человека, плюс ладонь. То есть, это значит, что при одетой тетиве лук получался четко в рост стрелка. Для чего это нужно? Почему это важно? Дело в том, что луки из натуральных материалов, из древесины, гнутся на одну треть своей длины. Поэтому при подборе такого лука очень важно указывать свой рост. Например, этот лук подъедет для стрелка ростом метр семьдесят пять, метр восемьдесят пять, ну, может быть, метр восемьдесят пять, не больше. Для более ростных стрелков потребуются более длинные луки. Для чего? Это важно. Чтобы лук долго послужил, нормально работал, чтобы он не устал раньше срока, не уработался. То есть, когда лук перегибается сильнее, чем нужно, то он устает, он идет за тетивой. То есть, на нем получается остаточная деформация. Сила лука падает. В старые времена, допустим, луки стоили дешево, их просто быстро меняли. Сейчас, скажем так, это довольно дорогое удовольствие, не стоит брать лук, который быстро устанет, быстро идет за тетивой. Берите лук под свой рост. Для кого мы предлагаем такой лук? Для кого мы его рекомендуем? В первую очередь, для любителей военной истории, для военных реконструкторов, а также тем, кому интересна стрельба из классических английских луков. Кроме того, эти луки очень хорошо подойдут для начинающих стрелков. И вот почему. Длинные луки, прямые и длинные луки, очень просты в освоении. Они очень хорошо подходят для начинающих стрелков, которые хотят освоить любую из лука. В дальнейшем, он может перейти на другие модели луков. Но начинать лучше всего с прямых длинных луков. Всем спасибо. Хорошей всем стрельбы. Смотрите наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok